Ребята, как меня слышно? Все отлично. Сейчас начнем. У нас такой дождь идет, прям ливень. У меня все открыто. Да, ребят, у нас беззаплатный марафон подходит к концу. У нас с вами последний эфир. Я могу сказать, что мне с вами было очень приятно. Столько вы смотрю и чат, не было никакой ругани, никакого срача. Настолько все отнеслись друг к другу хорошо. Настолько все подсказывали друг другу. Скидывали какие-то ссылки, которые могли помочь друг другу, чтобы что-то на какой-то новый уровень выйти. Вообще очень здорово. Я всех, конечно, благодарю. И это, конечно же, будет не последний первый, но не последний такой беззаплатный марафон. И он будет, наверное, через полгода следующий. Раньше смысла нет делать. То есть я даже физически не справлюсь. Так, вот вопрос, да? Начнем тогда. Можно ли усилить положительные качества своего характера на сухих днях? Ребят, когда вы будете на сухих днях, когда вы пойдете все больше и больше пойдете в осознание себя, то вы уйдете от этого оценочного мнения хорошо и плохо, тем более по отношению к себе. Точно так же, как и по отношению к кому-то. Что такое хорошо и плохо? Что такое положительные качества характера? Положительные для кого? Для удобства социума или для удобства вам? Вам с собой удобно в любом характере. Можно ли откорректировать характер на сухих днях? Можно откорректировать свое восприятие. Свое восприятие как минимум самого себя. И это очень важно. Светлана, на каком канале можно просматривать эфиры и только вашу информацию? А эфиры с 21 дня будут сохранены там же? Нет, эфиры с 21 дня. Можно смотреть эфиры на моем канале. Лаплана он называется. Канал Лаплана, потом, ребята, есть общение ребят, называется в Телеграме «Школа автономии». Но, ребят, сразу же скажу, в Телеграме, которая «Школа автономии», очень внимательно будьте, потому что там есть правила чата. Там не допускается опыт кого-то рассказывать. А вот мой друг, а вот посмотрите вот этот ролик, а вот мне сказали вот то-то. Только свой опыт. Вот я делал так-то так-то, я делала так-то так-то. Мне подошло, либо не подошло вот это. Вот у меня такой опыт. Только это. Потому что как только вы скидываете какую-нибудь ссылку, даже самую великолепную, которая только может быть, вы сразу же идете в бан. И обратно я вас добавить потом не могу. То есть мне Телеграм не дает вас обратно добавить, даже если вы очень попросите, чтобы вас обратно добавить в этот чат. Мне нужно забить вас в контакте, чтобы вы у меня были в контактах. Вы представляете, сколько народу им нет, чтобы забить всех в контакты. Я тогда своих контактов не найду. Вот, поэтому я этого не делаю. Будьте внимательны. И там очень много полезной информации. Там замечательные люди. И очень много заблокировано замечательных людей. И с некоторыми я даже продолжаю общаться. Но только они уже общаются не в этом чате. Вот, поэтому будьте внимательны. Эфиры с 21 дня. Нет, они будут закрыты. А эфиры с 21 дня, они абсолютно закрыты. Их не будет в открытом доступе. Нет. Если вы будете присутствовать, если вы идете на 21 день и остаетесь в том канале, как бы вас, вы идете в другой канал вообще, 21 день, который идут ребята, то там, да, там, конечно же, будут эфиры, они будут все в чате. Вы их можете посмотреть, когда вам удобно, если вы не успеваете. И точно так же вы можете их себе скачивать. Они у вас остаются всегда в вашем доступе. Вы затронули тему зубов. Если в 13 лет вырвали четвертые зубы, так как челюсть маленькая для выравнивания прикуса носила брекеты. Интересно ваше видение, что может влиять в жизни. Спасибо. У меня есть эфир про зубы. У меня несколько эфиров про зубы. И там подробно я с разных ракурсов рассматривала эту тему. Но сейчас в двух словах могу сказать, что происходит. Смотрите. Наша голова, наша челюсть, наш мозг приспособлены только под нас. И когда нам говорят, что вы, например, мы вам давайте удалим какие-то зубы, потому что у вас маленькая челюсть, еще что-то, еще что-то. Мне до последнего мой стоматолог говорил, стоматолог у меня великолепный был, потому что он остался на Урале. Он мне до последнего говорил, что зубы мудрости нужно удалять. Они у меня все на месте. Они бесполезные. Очень хорошо, что я его не послушала. Я изначально хотела удалить. Думаю, ну вот как бы ходят девочки, у них там личико такое узенькое, там еще что-то. А я вот с такими щеками все время. Это зубы мудрости всегда удаляются, да, щечки проваливаются, и такое более аккуратное лицо. А со всей пилорамой оно такое более круглое остается. Вот, но что происходит? Когда вы удаляете определенные зубы, чтобы выровнять челюсть, вы удаляете часть себя, удаляете часть своего видения на те программы, которые заложены в вас, которые вам будет, я бы так сказала, достаточно сложно потом проработать. Это первый момент. И второй момент, сразу же могу сказать, что у человека заложен определенный, генотипом заложен определенный объем мозга, да, так скажем. И когда у вас формируется челюсть, у вас и мозг формируется, и когда вы удаляете зубы, чтобы они вместились в вашу челюсть, то есть у вас челюсть не разъезжается под зубы, а зубы убираются под челюсть, которая еще в принципе не выросла. Это, представляете, в детстве, когда еще не выросла. И что происходит с вашим мозгом? У вас в мозг идет деформация коробки, черепной коробки. Точно так же у вас идет деформация. Вот, поэтому, когда деткам ставите брекеты, очень подумайте над этим, нужно ли это им делать, насколько это актуально, насколько это приемлемо для вашего ребенка. Потому что, когда у меня, у старшего сына начали расти зубы, я сначала же, я не видела, как растут зубы, уже коренные, и я думаю, ну нифига себе, во-первых, у него они росли вот так вот, причем что у младшего, что у старшего, они росли поперек, и огромные. Я думаю, что ж это такое? А мне врач сказал, он говорит, ну, говорит, а как ты думаешь, они, говорит, сразу же растут такие, какие они будут, у него же голова потом вырастет, а зубы-то уже потом расти не будут, вот. И как только он, голова будет расти, будет расширяться челюсть, и они все выровняются, вот. И они у него все стали прямые-прямые потом с возраста, все выровнялись, вот. Поэтому зубами тут такой ответ. Привет, хочу космосоветерности. Привет, Аленочка. Добрый вечер. Светлана, подскажите, почему нарушается вестибулярный аппарат, его причины, возможно ли полное восстановление и исцеление. Может, есть какие-то практики. Вестибулярный аппарат, он... Восстановить его можно, но, опять же, вот смотрите, вы написали одно предложение. Почему, что у вас с вестибулярным аппаратом, после чего у вас какие-то стали с ним вопросы, проблемы, что с ним стало. Я не могу это вам сказать, поэтому какое исцеление. У вас вестибулярный аппарат нарушился, потому что нет двух ног, и вам не на чем держаться. Либо вестибулярный аппарат нарушился, потому что вы, например, ударились правой пяткой, и у вас на левом полушарии получился отек, который вы не замечаете. Что у вас получилось? Я же не знаю. Как я могу вам дать этот ответ? Еще раз говорю, что я, ребят, я знаю, что можно исцелить, либо вырастить абсолютно любой орган. Это мое личное мнение, мои личные знания, которые я могу вам транслировать. Как это будет в вашем мире, насколько вы готовы к этому идти, это уже ваше. Если перестать спать, то можно быстрее состариться, то можно быстрее состариться. Понятно, что это убеждение, но как вы считаете, Светлана, может ли быть наоборот? Нет, старость и сон, это вообще как красное и мягкое. Они абсолютно не соприкасаются друг с другом. Если вы туда углубитесь, это вообще разные аспекты жизненного пути, которые абсолютно не соприкасаются на данном этапе. А потом уже, когда вы выходите на другой уровень жизни, то они подтягиваются единовременно. Но если не спать, то быстрее стареть. Я не знаю, откуда такое пошло. Наверное, оттуда, что все говорят, что нужно высыпаться, идет перезагрузка во сне. Может быть, отсюда идет все. Я немножечко по-другому думаю. Да, вот голова разболелась, сдавливает в висках, рекомендации выполняя. Думаю, очистка запустилась, но 18 часов поела, а голова продолжает болеть. И Евгения спрашивает, клизму ставили, обычно помогает. Нет, я же ем. Смотрите, ребят, если головные боли при еде, то очень хорошо, буквально с одной свеклы, с небольшой, средней свеклы, выдавите сок. И где-то можно его разбавить, чтобы был средний объем полтора литра. И сделайте вот эту вот клизму со свекольным соком. Головные боли она очень быстро снимает. Температуру, особенно у деток, моментально практически снимает такая клизма свекольная. И головные боли очень хорошо снимает. Вареная фасоль можно кушать, не смогла удержаться, сыну готовлю несколько раз в день и вот просто вылетела в рот. Да, все можно, ребят. Здесь же нет такого, что вот это вот можно, это нельзя. Вы же понимаете, вот это вот можно, но тогда у меня будет такой-то результат. И это можно, и тогда будет такой результат. Это же все от этого зависит, не от того, что можно или нельзя. Из головы клизмой токсины не выгонишь. Но вы же через голову пытаетесь ездить практически туда же, откуда хотите выгнать токсины. Почему нет? Все взаимосвязано. Во сне мы умираем. Ну да, сон это маленькая смерть, потому что мы себя не можем ассоциировать, что мы во сне тоже есть. Нам кажется, что сон это там, где мы засыпаем и какое-то сновидение. Мы не можем себя интерпретировать, что и здесь я, и там я. Просто без интерпретации физического тела мы часто вываливаем в другие состояния, и мы не успеваем себя поймать, что я есть и там, и там, просто здесь в физическом теле, а здесь без физического тела. Вот когда вы себя словите, что я есть и здесь, и здесь, то тогда ваше физическое тело для вас перейдет на другой уровень сознания, и тогда многие моменты вас отвалят. Светлана, пожалуйста, дайте рекомендации для тех, кто отработал с вами три дня и планирует подключиться к марафону в 21 день. День через полгода. Очень ценна естественность процессов надрыва в гармоничном формате. Благодарю. Да, ребят, за полгода может, знаете, сколько, знаете, сколько за полгода может измениться? Вот я раз в три месяца провожу ретриты, и я каждый ретрит ребятам вот даю то, что есть, какие у меня знания, и я себя ловлю каждый ретрит на одном и том же. Я думаю, вот я вот это вот дала ребятам, а что я дам еще? Вот я вроде вся вот опустошилась, думаю, что я дам еще? Откуда? Какие знания? Вот они вот вроде бы максимальные. Что я еще могу увидеть? И все, я как только опустошилась, мне хватает, я в молчание вхожу, у меня дети не трогают дня два. После ретрита я никуда, как правило, там не выхожу, ну, либо там погулять, ни с кем не встречаюсь, не общаюсь. Вот, и у меня такая глобальная перезагрузка, и мне как идет новая информация, думаю, да как так-то? И получается, что все то, что я говорила на предыдущем ретрите, это уже кажется вот, по слову, очень низенькое. Вот, и я понимаю, что уже следующее, это будет вот это вот. Но каждый ретрит, я все время думаю, что уже больше нечего дать. А оно получается, что чем больше даешь, тем больше приходит вот столько нового, столько вот все расширяется. И просто глобально. Поэтому что будет через полгода, я не знаю, что я вам дам. Это я предполагаю, что он будет через полгода, такой же ретрит. Марафон. Но те состояния, в которых я бываю часто, может быть, меня, я не знаю, может быть, меня выступит, и я вообще с экранов иду. То есть у меня уже были такие позывы, чтобы уйти полностью в себя, уехать в определенные места и вообще больше не показываться. То есть очень глубокие процессы проходят. И я могу сказать однозначно, что если бы у меня не было сыновей, то меня бы вы точно бы здесь не видели. Я уже об этом говорила, да, что только вот сдерживая, что здесь сыновья, и нужно быть вот в этом социуме. И пока нужно быть в этом социуме, естественно, нужно платить за квартиру, за обучение, одежду, питание деткам, да. Вот это все нужно оплачивать, поэтому вот я, вот такой вот у меня образ жизни. Если бы не это, то вы бы меня точно не были. Поэтому что будет через полгода, я не могу сказать абсолютно. Я сообщение читать не буду, только вопросы. Светлана, кто идет на 21 день, завтра продолжаем как в предыдущие дни или другой вариант? Я уже сказала, ребятам я уже записала, кто идет на 21, кто уже в этом чате есть. Там уже маленький эфирчик есть, у нас там будет два эфира в день, утром и вечером. И я рассказала, как и что будет, что нужно приобрести и что у нас там будет делаться. Так, добрый вечер, Светлана. Хотя бы намекните, пожалуйста, что происходит ночь, если человек спит. Я уже намекнула, намеков у меня было много. По водой, что у кого снег идет, круто тоже. Что такое сила воли и сила духа, чем отличаются или это одно и то же? Как укрепить сила воли? Сила воли, сила воли это физическое, сила воли это больше проявляется через физику. То есть, например, вот я не хочу там мыть полы, да, но я понимаю, что нужно их помыть. То это сила воли. А сила духа это когда ты думаешь, мне это, я не могу это делать, я устал, я уже вот все, настолько замучился, там, вот, или там, вот это не получается, я не буду. Вот это уже сила духа, ты себя думаешь, так, стопе, нет, я это буду делать, и все. Сила духа это внутреннее состояние. А сила воли это внешнее, физическое, это просто действие. По ретриту 5 февраля. Ребят, напишите в личку, я отвечу, либо в топлинке смотрите. Очень часто у нас убирают эфиры с соцсетей, где есть какие-то суммы. Вот, поэтому озвучивать не потому, что не хочу, а потому, что не всегда получается. Они потом их долго не возвращают или вообще банят. Чтобы этого не было, лучше пишите в личку. Света, можете что-то сказать про железодефицитную анемию? Ну, тут же очень много, анемия это вообще не, это же не про еду, анемия это про восприятие. Анемия это про восприятие детей, про восприятие детства. Что было с детством, какие проблемы были в детстве, какие гонения были в детстве. Причем гонения могут быть как и со стороны родителей, что вы понимали, что родители вас как-то недолюбливают или что-то недодают. Ваше отношение было такое на тот момент в детстве, не сейчас, а в детстве. Либо вы себя все время в чем-то упрекали, ну, почему вот я не могу быть там лучшей сестрой или лучшей дочерью, лучшим сыном или еще что-то. Вот эти вот гонения, которые были у вас в детстве, вами сделаны, это анемия во взрослом возрасте. Марафон 21 день, он подразумевает видение тех, кто с первого дня или на предварительном трехдневном марафоне зашел на сухие дни. Или для кого предназначен марафон? Для того, кто хочет пойти на следующие познания. Какая разница, были вы на трехдневном или не были. Ну, это как бы дальше он продолжается, просто у вас он будет, со мной ВКонтакте вы будете на три дня меньше. Вот и все. А все эти практики, которые будут на 21 марафоне, вы их все будете делать, так же, как и у всех. Учина болит левая пятка, пять месяцев ударился, когда бегал. На снимке переломов и трещин тоже нет. Не опухает, чем помочь? Возьмите тоже вот эту вот магнезию, которая, вот, которую мы будем дальше, которая нам понадобится, да. Сделайте ванночку очень-очень теплую. И пусть он очень хорошо распарит ногу. Либо просто пятку. Если просто пятка болит, просто пятку. И хорошо ее потом промассажировать любым каким-нибудь маслом. Абсолютно любым. Вот. И магнезия вытянет. Вот там в любом случае есть жидкость, которая на снимке не видна. У меня у самой было такое. Вот. И таких вот процедур пят с магнезией. Один пакетик магнезии, там, сделайте просто небольшую емкость, чтобы он просто пяточку туда поместил. Вот. И пятка пройдет. Бывает такое. Светлана, подскажите, пожалуйста, ценное ваше мнение о болезни гипергидроз, повышенная потливость, особенно конечности с детства. После практик без воды и воды, при употреблении воды потливость возвращается. Отказываться полностью от воды не получается. Вот. Практика потливости – это, во-первых, что-то в детстве, в детстве что-то был какой-то очень сильный стыд перед чем-либо. Его можно будет разобрать. Вот. А пока не получилось разобрать, да. Опять же, ребят, хозяйственным мылом, но оно очень невкусное. После того, как вы помылись, хозяйственным мылом еще раз намазались, и все, и высыхаете в этом хозяйственном мыле. Высыхаете в этом хозяйственном мыле, и кожа становится абсолютно другой. Кожа становится абсолютно другой, потливость, она пройдет очень быстро. Светлана, что для вас любовь? Это сложно объяснить. Обычными словами. Для меня любовь – это не обнимашки, целовашки. Это уже обнимашки, целовашки, наверное, это просто какие-то приятности, да. Для меня любовь – это не секс. Для меня любовь – это когда есть тотальное принятие. Тотальное принятие иного другого, который не обременяет твою жизнь и который не отягощает ее. И ты точно так же не отягощаешь его своей жизненной позиции, жизненным присутствием, жизненными какими-то установками. И ты находишься всегда в процессе отдавания. То есть у тебя нет такого, вот я сейчас отдам, и даже вот когда не промелькивает мысль, вот я вот столько дала, а чего не хочет мне что-то дать, может быть, я что-то не так дала. Таких вот мыслей даже нет. Ты просто делаешь, потому что ты так делаешь, тебе так хочется. Не потому что что-то с ним происходит. Вот если мы говорим к человеку, к какому-либо человеку, к женщине, к мужчине, к ребенку, абсолютно не важно. Вот, наверное, ближе, вот так вот я бы сказала. Так, Светлана, а можно пить просто гинка без особых физических нагрузок? Можно. О чем говорит повышенность с детства, чувствительность тосков и влагалища, прикосновения неприятно. Но тут тоже же нужно разбирать, почему с детства, то есть вы же понимаете, что с детства это, с детства, с какого детства, сколько вам, когда вы это заметили, на каком этапе вы заметили, что у вас такая реакция есть. Вот ее нужно разобрать, потому что физиологически ее как бы нет вот этого неприятия. Это есть психологическая составляющая. Тела у нас нет. Какая разница, ты трогаешь здесь, либо ты трогаешь здесь. Просто когда ты трогаешь здесь, это интимная часть. Интимная часть, она была затронута чем-то. Не обязательно руками. Это могло быть что-то другое. Это могло быть вплоть до того, что ты могла увидеть, например, что-то делают родители, либо твои близкие какие-то взрослые, которые тебе дороги, что-либо делали, где у тебя пошло это отторжение. Тут очень много факторов. Тоже можно посмотреть. Так, второй день, тоже на пятках по квартире, при любой возможности в течение дня. Это какое-то чудо, Светлана. Огромная тебе благодарность. Такой простой способ привести себя в порядок. Многие постоянно болели, крутили. Был период, еле ходила. Благодарю. Благодарю, Светлана. Светлана, что-то можете сказать про функцию бороды у мужчины, ее длину? Благодарю. Мы говорили, у нас есть здесь эфиры, мы немножечко разбирали волосы. То есть я сказала свое мнение, но я туда не углублялась, потому что это, опять же, не тема наших эфиров. Если интересно, то на 21 дне мы еще разберем, что такое волосы. Потому что волосы – это не только длина, не только густота, а сама структура самого волоса, она о многом говорит. То есть не все мы одинаковые по структуре своего волоса. Волос – это рисунок сухой крови. Запутала вас, да? Светлана, вы помогаете с психосоматикой, с психотравмами разбираться на 21 дне? С психосоматикой, с психотравмами 5 февраля на 7-дневном марафоне. Там – да. А на 21 дне, то есть у нас там будут, мы не будем в каждого человека залезать. У нас там тоже народу достаточно много, и мы просто не успеем каждого проработать. Это будет не так. То есть будем какие-то общие вопросы задевать. Но чтобы проработать, это уже либо личная консультация, если бы прям проработка. Либо вот на тот марафон, где там у нас уже будет больше времени, чтобы вам задуматься о том, что мы будем говорить. Либо, конечно же, на ретрит. Это все уже для вас, как вы решите. Так, ребят, еще что-то пишут, но вопросы закончились здесь у меня. Если есть кто-то хочет сказать, то давайте, я отвечу на вопросы. Света, вот я хотела бы спросить. Бывает такое, что хочется висеть вниз головой. Ну, то есть зацепиться за что-то ногами там на турничке. И это очень, ну, такое приятное ощущение в теле возникает. Как ты можешь это прокомментировать? Благодарю. Но если есть такое, смотрите, у нас же вообще кровоток у нас у всех идет по-разному. По-разному он идет, потому что у нас есть разная светимость крови, у нас существует разная густота крови, разная плотность крови, разный рисунок крови. У всех все по-разному. Вот. И есть определенная часть людей, которым действительно это приятно, потому что только в таком состоянии у них, например, в мелкие капиллярчики может попасть кровь. И чтобы попасть в мелкие капиллярчики, в том числе на голове, на шее, на плечах, то это очень полезно. Светлана, я... Ну, воздействия есть, там нет плохих или хороших, но если ты их видишь, эти потоки, то ты сделаешь результат. Если ты не видишь эти потоки, то это просто будет то, что я тебе скажу, потому что я-то тебя тоже не вижу. Я же только вижу твою аватарку и все. Да, хорошо, благодарю. Так, вопрос сейчас. Сейчас, секундочку. Светлана, какое твое отношение к депиляции интимной зоны подмышек? Имеется в виду депиляция, это когда определенными аппаратами удаляются, что вот эти вот током удаляются, либо лазером удаляются. Если это, то... Я не знаю, я не пробовала, у меня нет желания пробовать, то есть все, что я не могу отрегулировать, отконтролировать, что-то на мое тело, то мне это не совсем приятно. А если просто какой-то бритвой, то да, то есть мне, например, не очень эстетически приятно смотреть, когда идет красивая девушка, да, красивая женщина, и там поднимает руку, а у нее там просто позавидовать любой лысый человек может. Не знаю, это вот мое мнение. Так, где можно посмотреть про марафон, про марафон можно посмотреть на топлинке, просто вбиваете в любом поисковике Лаврова Светлана топлинк, и он у вас выбивается в первой строке будет, в первой, в второй строке будет. Да, кто хотел спросить, спрашивайте, а потом я еще сочетаю. Я хотела узнать, может, прослушала чат. Чат, чат, что чат? Вот этот чат, он как долго будет? Ну, еще где-то недельку, потом мы его удалим, но я здесь уже отвечать на вопросы не буду. Это, ну, чтобы вы нашли друг друга. Вот, максимум недели он будет, чтобы тоже, потому что в Телеграме очень много чатов. Вот, максимум недели, поэтому знакомьтесь, передавайте информацию, подписывайтесь на каналы, чтобы не потерять друг друга. Вот, а так он будет, потому что все эфиры, которые здесь есть, они в Ютубе сохранены. А на каналы какие подписываться, где? Мы вам скинем сюда каналы, ну, где у нас в Телеграме каналы, на Ютубе, на Бусти есть, много там тоже Яндекс.Дзен, то есть все вот эти вот, все, где есть вот эта вот информация, где залиты мои какие-то ролики, эфиры, то мы вам скинем, потому что у нас ситуация такая в стране непонятная, могут какую-либо из соцсетей закрыть, чтобы вы не потерялись. А общение где может быть еще? Ну, вот я вам сказала. Телеграм, есть же два канала, называется Лаврова Светлана, Телеграм-канал, где скидываются, дублируются все мои видео, которые есть на Ютубе, и есть для общения, ну, не просто чтобы поболтать, а поделиться своим опытом, про что я сейчас говорила. А школа автономии, там только своим опытом делятся, то есть там не болтушка. Болтушек у нас нет, для болтушек там много других чатов есть. У нас как бы именно все по делу, только по делу. Все поняла, ссылки будут здесь, да? Да. Благодарю. Светик, добрый вечер. После артрита у меня на пятке осталась шишка. Знаешь, такой нарост, типа как, я не знаю, типа как шпуры, она твердая, не болит уже. Вот, на пятках хожу спокойно, ну, как бы чуть-чуть чувствуется. Вот у меня она не проходит, эта шишка. И могу ли я так же магнезией греть? Да, можешь так же магнезией греть. И, например, сделай пять деньков магнезии, и три из них дня любые тоже, когда сделаешь массаж, а после массажа йодом, вот. Но почему не больше трех дней? Потому что сожжешь кожу, тоже ничего приятного не будет. Вот. Посмотришь, как у тебя будет, и нужно будет, либо не нужно будет, еще повторить процедуру, еще пять дней сделаешь потом. И три дня йодом эту шишечку. Ага, благодарю. А магнезии сколько, в какой пропорции разводить? Ну, я не знаю, ну, где-то, вам же нужно, чтобы только ножка опустилась. Один пакетик, в принципе, будет достаточно одного пакетика, вот, чтобы сделать небольшую емкость, чтобы только ножки скрывала, как бы вот до этой шишечки, ну, чтобы шишечку закрывала. А, поняла, Светик, спасибо. Светлана, можно вопрос? Да. Это мне Миша зовут, я очень рад тебя слышать. Слышите меня, да? Да-да-да, взаимная, Миша. Светлана, у меня такой вопрос, я вот очень длительное время уже давно днем ничего не ем, да? Ем только вечером. Ну, это, наверное, уже больше полгода идет у меня. Ну, ем как бы на сыроедении, ну, и на вареночку подъедаю. Ну, мясо и молочку, ну, уже год не ем точно. Ну, если, например, ну, иногда бывает торты ем не очень много. И вот, смотри, в последнее время, да, особенно неделю вот эту последнюю, заметил такую ситуацию с собой, что у меня в области полночного спритения небольшая такая чуть-чуть боль, ну, такая вот слабая. И когда вот я поем или попью, она уходит. Или, например, я не ем, если, да, то после отрыжки тоже она немножечко уходит. И вот это отдает в позвоночник слегка. Оно как бы меня, ну, не напрягает, но вот как бы так настораживает начинает. Вот последнюю неделю почему-то, а до этого все хорошо было, вот. Не можешь как-то вот, у тебя нет такого опыта? Подделать дыхательные практики и прям дыхательные практики на раскрытие грудного отдела. Вот здесь вот, чтобы раскрывалось. И очень хорошо зацепляешься куда-нибудь, я не знаю, за косяк, да, и начинаешь тянуться. Вот. И начинаешь тянуть, вот эти вот мышцы тянешь, чтобы они у тебя были более такие эластичные, чтобы ничего там не сжималось. Вот, вот, и дыхательные практики очень хорошо. И вот, когда какие-то физические упражнения по делу, у меня вот отрыжка пройдет, и вот тоже проходит вот это вот защемление вот в области солнечного сплетения. Это вот, ну, видимо, как бы все нормально, да, я так думаю? Ну, ничего страшного, только еще подкорректирую свое питание. Попробую начинать, если ты ешь один раз в день, да, то попробую все-таки начинать вечером, ну, неважно, я имею в виду сутки. Вот. Попробую все-таки начинать, как у тебя будет, с какого-нибудь очень теплого напитка. Например, полынь, да, и просто теплой водой запить. То есть полынь съесть, потому что она так противненькая. Вот. И очень-очень теплой водой запить, а потом через час уже покушать. Попробую еще такое. Пропусти, что у тебя там застряло, пропусти. Раз, может быть, знаете, как такое, ну, как они называются-то? Я не знаю, ребят, как они правильно называются, но вот эти вот трубочки, по которым вот у нас идет пищевод, вот это вот все, там же их несколько, вот, они бывают, когда мы меняем свое питание, у нас мышцы бывают, как бы становятся более такими прожарами, что ли сказать. И не всегда вот эти вот трубочки, они у нас остаются там. Бывает, что их как бы немножечко пережимает мышцы, вот. И чтобы эту трубочку как бы расправить, вот эта вот тепленькая водичка, она будет постоянно расправляться, а физическим упражнением вот ты будешь ставить все назад, как бы на место. Светлана, вот полынь ее обязательно надо съесть молотую или вот завар полыни попить надо? Если хочешь, можешь заваривать, просто перед едой ее можно и съесть, она просто, это быстрее будет, вот, а если, например, чистки, то ее, конечно, пить, вот, поэтому, если ты хочешь ее попить, просто вот стакан выпить теплой полыни, очень теплой, можешь ее выпить, просто не ложка ее можно выпить, и все. Спасибо большое. Светлана, можно, да? Да, да, да. Можно ли полыни употреблять кормящей маме? Нежелательно, потому что идут же токсины выходят, и токсины очень быстро идут в молоко. Вот, поэтому кормящей маме лучше либо от травок вообще отказаться и перейти либо на теплую воду с лимоном, либо на воду, либо делать какие-нибудь такие, то есть ромашку нежелательно вообще пить, а что-то такое вот, мята, трава лимонника, вот, вот только такие травы я бы рекомендовала. А так смотрите сами, конечно. Светлана, а будьте добры, вот про воду утреннюю хотел спросить давно. Вот, стакан обычный полтора выпиваем утром, как встали, это оставляем? Вот куркуму, которую вы имеете в виду, кто не идёт на 21 день, то да, желательно её, вообще как её пить, две недели пьёте, потом отдыхаете, потом либо меняете какую-то травку, либо ещё две недели, но не больше четырёх недель одну и ту же траву, одну и ту же специю. Это максимальный срок. Нет, я хотела сказать про чистую воду, когда вот мы утром встаём, пьём горячую воду обычно, да? Ну, я не знаю, как бы смысл у вас вгорячивать. Я особо не вижу смысл в горячей воде, то есть, когда мы пьём специи, горячая вода, это просто, чтобы эти специи максимально усвоить. А просто вода, вот она горячая, в ней же нет никаких особых витаминов, ну, как бы, что в ней есть. Поэтому я не вижу смысла в ней пить. Если вам это помогает, то, пожалуйста, я просто не особо вижу, чтобы просто вот обычную воду пить, а просто воду тёплую или горячую. Ну, как вот мы, как бы, промываем утром, мы встали, мы, я вот встал, например, в 5 утра, да, мне надо промыть всю жизнедеятельность за ночь, которую, и мы пьём эту горячую воду для этого. А потом уже в 10 часов куркума. Ну, если хотите, пейте, просто я говорю, что я-то особого смысла в ней не вижу. Если вам так удобно, вам так, вы так привыкли, то, пожалуйста. Поняла, благодарю. Так, Светлана, у меня особенно в последнее время тяга к солёному. Про солёную мы говорили, что такое в предыдущем эфире. Вот, это детство, это бабушки. Светлана, хождение на пятках при шпоре помогает. Вхождение на пятках при шпоре, если нет болевых ощущений, то да, оно хорошо. Но опять же, ванночки тогда с магнезией делайте, чтобы шпор убрать. Светлана, можно ли избавиться от множества лифом? Можно. А почему кормящей маме нельзя пить ромашку? Потому что она очень аллергенная. Светлана, как убрать седину? Ну, ребят, смотрите, по седине, у нас вообще при рождении уже, у нас генетически заложено количество седых волос, которые у нас очень быстро, в какое время оно проявляется. Вот, это генетически заложено. Но если вы хотите максимально от этого избавиться, то очень хорошо, когда вы за волосами следите, делаете всякие травяные маски. Вот, когда пигмент остается максимально долго в волосах. Вот. Давайте еще, ребятки, пару вопросов. И будем на сегодня прощаться. Не хочется. Светлана, добрый вечер. Добрый. Подскажите, пожалуйста, если не с личной карты, а там сын заплатит за марафон, я ему позвоню, он сейчас отправит и перебросил вам. Пожалуйста, скрин мне самое главное сделайте, мне же без разницы с такой. Хорошо. Скрин сделайте, что это от вас и все. Хорошо. Светлана, здравствуй, что делать, если на чистых падает сахар, сильно сахар и трясет? А с сахаром тоже очень аккуратно. Если падает сахар, сначала его нужно выровнять, а потом просто увеличивать часы сухих дней. Не обязательно заходить там на суски, на двое, просто увеличивать. Но сначала выровнять сахар. Так, Светлана, у меня сначала была грыжа, пятна, что позвоночник, я исцелила, и потом искривление. Сейчас это сладкостоправо. Сейчас у меня всегда была позвоночник на верхней части тела. Как вы думаете, какую проблему или блоков надо исцелить? Нет информации, по которой я могла бы вам дать вообще какие-то рекомендации. После практики сухих дней отпало желание принимать ванную душ. Моюсь только локально. Это нормально? Да, какое-то время нормально. Да-да, есть такое. Света, с утра болит голова, делал упражнение с ручкой, не помогает. Смотря какое у тебя питание сейчас. Если ты поменял питание, то это может просто выходить токсины. Еще, ребят, такое упражнение, голова чтоб не болела, я уже говорила, вот жевательную мышцу расслаблять. То есть открываем рот максимально широко, находим здесь болевые точки и их массажируем. И вы увидите, как сильно здесь расслабляется, и очень тогда кровоток начинает идти по-другому. Он прям такой хороший, вот прям здесь начинает печь, и голова быстро проходит. Ну и, конечно же, очки, мочки ушей очень сильно массажируйте, ушки помассажируйте. Пусть они сюда прыгнут, потому что там очень много точек. У нас же ничего не промассажировано. У нас вообще на голове швов более 30. Когда мы голову массажируем, мы максимум ее расчесываем. Это максимум. И то, мужчины, если с короткой стрижкой, не всегда. Примите себе за какой-то образ жизни, чтобы хотя бы там, ну сидите, вот вы телевизор смотрите, ну хотя бы 5 минут в день, ну помассажируйте вы ее. Так. Светлана. Да. Добрый вечер. Еще у меня вот то же самое с головой, вот, но еще поташнивает. Можно это как-то снять? Я тоже думаю, что это интоксикация. Ну вот так же, пробуйте, да. Очень хорошо, ребят, все равно очень хорошо. Голова проходит, если вы ходите, начинаете ходить на пятках, на второй-третий день голова проходит. Спасибо. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, магнезия – это сульфат магния? Да. Спасибо. Так, если я пью гидроплазу, капаю несколько капель на литр и выпиваю в течение дня, значит переставить гидроплазу на 21 день. На 21 день, давайте там поговорим, если вам это нужно для чего-то, вы расскажете просто для чего-то, мы уже в чате, и мы уже посмотрим, насколько это актуально. Если это актуально, почему нет? Пожалуйста, просто когда будут сухие дни, когда мы будем заходить лечебно голодаем, там уже убрать. Так, Света, скажите, способ постановить опущение… Поняла, дёсны опускаются и открываются вот эти вот корешки до шейки, как называют врачи. Вот, но я говорила уже в каком-то эфире про аптеку, то есть в аптеке детские вот эти вот кусалки, когда режутся зубки у детей, купить и начать массажировать, то есть начинать кусать с одной стороны передними зубами, а с другой стороны кусаем и начинаем тренировать дёсны. Дёсны же не тренированные, мы же их как, особенно если сыроеды там или там вегетарианцы, веганы, они же чаще всего, сыроеды вообще либо твёрдое что-то едят, и то резко, вот эти вот морковки там, ещё что-то, в основном уже всё такое в салатках, ещё что-то. У нас не промассированы дёсны, и всё время кислота на зубах, и одно с другим, она даёт такой результат. Мы же не следим за этим. Как выровнять сахар, если прямо сильный приступ гликамии, вес низкий критический? Ну, я вам как сейчас дам рекомендации, не знаю, ни ваш возраст, ни ваш вес, ни ваш рот, какой у вас образ жизни, у вас сахарный диабет какого типа, ставите вы инсулин, не ставите, вы про сахар откуда знаете, сами это, либо у вас какая-то... Я не знаю вашу анамнезу, вот как я могу дать рекомендацию? Улучшение зрения, есть какие способы? Сначала узнаешь, что у тебя с копчиком, и потом уже будешь смотреть, насколько актуально, почему у тебя зрение падает, и как, и тогда, узнав, почему, на какой момент оно у тебя начало ухудшаться, когда его можно вытащить? Что можно сделать с выбоинами на зубах и потемнением возле десен после сыроедения? После сыроедения, то есть ты уже начала кушать вареное, если ты начала кушать вареное, иди к стоматологу, вот, чтобы он тебе уже сделал, чтобы не париться. Вот, мы про зубы тоже, ребят, говорили в каком-то из эфиров, я рассказывала и про гвоздику, и про то, как чистить зубы травами, с кокосом, все это есть у нас в эфирах в трехдневных. Ребят, ну, вопрос такой, Лана, скажите, а вот этот семидневный, который пятого начнется, он будет повторяться? Потому что мне на него тоже очень надо. Ну, у меня нет ни одного, у меня нет ни одного, ни ретрита, ни марафона, который будет похож один на другой. У меня нет плана, я всегда, всегда идет то, что какая группа, то есть всегда идет информационный поток тот, который, которая группа собирается. Нет такого, что у меня где-то записано, сегодня будет день вот этот, сегодня день вот этот, то есть в одном марафоне я даю вот это, в другом вот это. Они повторяются, да, но просто он будет другой, скорее всего, будет такой, какая будет группа, вот и все. Успеете, не переживайте. Светлана, можно задать вопрос? Да. Дело в том, что вот мне не нравятся вот эти вкусы лимонов привозные, и я как-то вот просто взял и сделал концентрацию шиповника, просто очень много шиповника здесь, и сделал, ну вот, и утром разводил именно шиповника. Очень хорошо себя чувствует, то есть вот эти вот три дня, это просто, я уже забыл даже, что-то я так себя хорошо чувствовал. Очень благодарен за эти вот моменты, что с вот этими тремя травами. Ну, как вы думаете, можно дальше так делать, или все-таки поискать лимоны, которые не горчат? Смотрите, шиповник – это великолепное средство, но с ним нужно быть очень аккуратным, потому что шиповник, он сгущает кровь, и не каждому он подходит, и не очень часто. Вот, поэтому тоже аккуратно, если нравится, пока делайте с шиповников, но если вы почувствуете, что уже перебор, то тогда переходите, вместо лимона, ну, сделайте другое, вместо лимона сделайте, там апельсины выдавите, тоже, там практически столько же витамина С этого будет, как и в лимоне. Спасибо. Так, Светочка, я вас очень полюбила с первого взгляда в эфире на ютубе, вы, солнышко, огромное вам благодарность за то, что вы есть, и за то, что посещает нас, как мамочка. Спасибо огромное. Кто-то спрашивал про шпоры на пятках, рецептами бабушки, проверены поколениями. Одно лезвие, одно домашнее яйцо в скорлупе залить уксусом 70% и убрать в темное место, встряхивать раз в сутки. Когда растворится лезвие, добавить 100 грамм сливочного масла, хорошо перемешать и мазать на шпоры, хранить в холодильнике. Спасибо, Вета, может быть, кому-то пригодится, ребят, вот такой еще рецепт. Гвоздику как долго можно рассасывать? Пока не рассосется. Стоимость ретрита. Ребят, все есть топлинки. Я вам говорила, что не могу озвучивать суммы, потому что соцсети блокируют. Набирайте просто в любом поисковике в интернете, набирайте Лаврова Светлана топлинки, он вылетает в первых строчках. Слава, спасибо большое за марафон. Пожалуйста, ребята, с огромным удовольствием. Два часа. Сколько дней подряд? Насчет часа так. Сколько дней подряд? Гвоздику? По поводу чего гвоздику? По поводу... Она же... Вы спрашиваете, когда сухость или что? Я не понимаю, когда... Как не переедать? Рот закрыт и не переедать. Понимать, зачем ты себя убиваешь. Что ты в себе так не любишь, что... Зачем ты себя так наказываешь? Вот. Ребятки, давайте буду прощаться. У меня сейчас еще будет несколько дел. Мне нужно успеть их сделать хотя бы до 12 часов. Я вас всех еще раз благодарю. Огромная вам благодарность, что вас так много. Мне очень приятно, что я вам могу быть полезна. Мне это действительно приятно. Для меня это важно. Насколько это может быть для меня важным. Вот. И будем, конечно же, с огромным удовольствием повторять всех. Жду, кто еще не присоединился на 21 день на марафон. Вот. И пойдем с вами дальше. Будем себя познавать. Кто хочет психологические моменты проработать, то, конечно же, идите на... Если не можете приехать на ретрит, то приходите на марафон, который будет 5 февраля. А кто хочет прямо кардинально полностью, полностью себя вывернуть наизнанку, то, конечно же, ретрит. Все. Я всех обнимаю вас. Всем огромное спасибо. Сейчас теперь сохраню и скину в чат. Спасибо большое. Спасибо.